Всем привет! И сегодня я хочу вам рассказать историю жизни нового человека, которого все так знают по популярным роликам и его анекдотам. Его имя Михаил Мартынов. Это житель Тулы, в которой он жил до самой своей смерти. Итак, начинаем. Житель Тулы Михаил Мартынов, герой известного видеомема Дед Бом-Бом. Михаил Мартынов запомнился людям после интервью с его участием, которое набрало вирусную популярность в интернете в 2011 году. Журналист пытался спросить у проходящего мимо Мартынова, как тот может определить погоду на будущий день по собственному самочувствию. И вот как он прокомментировал Мартынов сам. «А знаешь как? Вот сегодня значит ясно, да? Значит завтра будет Бом-Бом, понял, нет?» Отвечал Мартынов. После этого он обматерил журналиста, называл его индейцем и начал дергать себя за уши. Эти и другие фразы дедушки мгновенно разошлись на мемы. А пользователи сети начали называть Мартынова Дедом Бом-Бом. Чаще всего встретить тульского весельщика можно было у автовокзала и возле площади Победы. Именно там он и раздавал всем желающим свои интервью. Дед Бом-Бом так понравился интернет-пользователям, что они устроили настоящую видеоохоту на него. Мастер разговорного жанра, впрочем, был и не против поговорить. После снятия его фраз и шуток на камеру мобильного телефона 10-15 минут он брал фиксированную плату за бутылку алкогольного и удалялся. О том, кем же на самом деле был весельчак из Тула, известно немного. В ранние годы работал он в городе Снежногорск в Бурманской области. Далее в биографии деда появляется 8 лет тюрьмы за разбой с ограблением. Именно оттуда он привез свое знаменитое Бом-Бом. По словам самого деда можно услышать, что он воевал в Афганистане, где защищал то, а сам не зная что. В войне не был? Был. Сколько лет? Афган, блядь. Афган? А там, да. Это Великая Отечественная. А ты в каком году родился? Блядь, в 45-м. В 45-м Красная война кончилась, да? Ну, туда меня призвали, ну как, блядь. Родился и призвали? Какую? Нет, какую-то, блядь, защищать свою страну. А что мне защищать ее, когда, блядь, на нас они не попадали, то есть не нападали, блядь, ну я имею в виду. Мы на них. Да, а мы на них, бам-бам. Но ты, блядь, ебаный индейец, бля, бам-бам-бам. Мужчина скончался 16 октября в своей квартире. По данным журналистов, причиной смерти стало общее ухудшение здоровья, связанное с преклонным возрастом. Умер Михаил Мартынов в возрасте 73-х лет. Вот такая история жизни дедушки Бом-бом, который веселил народ Тулы, рассказывая анекдоты и шутки. Веселил народ, короче. Информации мало, как бы, про него. Но в интернете про него практически ничего я не нашел, хотя я обыскал кучу сайтов с информацией о нем. И это все, что мне удалось надыбать. Ну, на этом все. Вот такой вот получился короткий видос. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем пока.